Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Валерий Бовсуновский. Итак, расскажу... Вот захотелось мне написать видео. Значит, я начал в школе курс Django 2. При этом, ребят, смотрите, до этого был написан курс на, значит, зайти гостем на ProT65.net. Потом был написан, опять же, курс Django на, значит, spb-tut.ru. И по этому курсу, вот, допустим, Александр Просенко, вот он писал отзыв, сразу делал сайт для медицинских услуг по моим курсам. Но, вы знаете, я очень долго собирался писать курс. Сначала собирался курс писать по Django 1.11, потом думаю, ну что ж, опять что, третий раз повторяться. И как-то пошел гулять, думаю, дай-ка я посмотрю, что я собирал, что люди пишут. И начал смотреть, я же записываю, что люди за вопрос спрашивают. И смотрю, ну недопонимания куча. И тут я думаю, да, сяду писать курс по-новому. Почему? Потому что надо теперь полное понимание. Есть опыт. За это время я уже начал курс, как писать социальные сети на Django, где есть там и участники, и можно подписки, отписки, и ленты. Все это будет потом. А в начале, в начале, надо глубоко разобраться в Django. И тогда в школе я сел за курс Django 2. И подумал, надо дать таким образом, чтобы человек, просмотрев, понял. Вот по какому принципу. Ребят, сейчас могут быть около экрана новички, поэтому это не занятие. Это просто принципиально показываю, как будет устроен данный курс. Мы все будем рассматривать по порядку, по ходу. Я хочу показать, каким образом. До этого, чтобы сэкономить время, я написал модель. Значит, сейчас я сказал, это не занятие. Это импорт, это название модели. Вот с этим мы сейчас разберемся. Далее текстовое поле, вот как заголовки пишут, импортируется от модель. Называется ChartFill. Длина 100 символов. И метод STR, чтобы отображалось человеческим языком. Написал представление простое и написал URL. Так вот. И я давно знал об инструменте Jupiter. Это оболочка Iron 2. Передо мной стояла задача установить это несложно. Можно заставить его работать с пейчаром Минжанга. Ну, пришлось немножко повозиться. Но, тем не менее, давайте сейчас... Я хочу, чтобы вы себе ответили на вопрос. Классно ли это? Итак, возьмем нашу модель. Возьмем нашу модель. Значит, открываем файл модель и просто пока скопируем данный текст. Вот здесь маркдаун. Ага. Вот наша моделька. Добавляем. Одно дело можно было рассказать, как я подробно рассказывал, что хранится, где хранится раньше. А давайте представьте вот такой подход теперь. Одно дело видеть, как меняют свечи в автомобиле. Другое дело читать, а третье дело своими ручками. А вот давайте мы сейчас это и проделаем. Импортируем. Вот наше представление. Называется MyApp From MyApp Models Import MyModels Но пока мы его закомментируем. Почему? Потому что Обычная ошибка новичков, это всегда, что забываем про импорты. Потом с большими глазами говорим, не работает. Это нормально. Но как заставить новичка запомнить? А вот так. Вот написали, закомментировали. Давайте попробуем проделать какое-то действие с моделью. Создать некий объект. От присвоим значение. Ну, от может быть метод. От А мы MyModels А мы MyModels Объект. Объект. А что такое Объект? Можно сказать, а если вот сам пишешь и говоришь, а объект это программа внутри джанга, которая умеет работать с моделями, делать выборки. Грубо говоря, называется менеджер. Объект. И создадим объект. Как создать объект? Как обычно в Python. Вот он Python. Наше поле текст. Ну, мы допустим еще одну ошибку. Напишем text. Присвоим значение. Ура, получилось. Ура. И давайте запускать. Изучаем ошибки. Name. Era. Name. MyModels. If not a finet. Ну, не существует. Ребят, ну импорт забыли. Ну, хорошо. Раскомментируем. Запускаем. Вторая ошибка. Опять не существует. Но. Но. Что же делать? По HR-ам просто в самой можно строки делать. Вот оно говорит. В MyModule 1. Смотрим. Мы знаем, что мы допустили ошибку. Да? То есть. Вот он показывает. Да? Вот здесь ошибка. Вот. Вот она. Вот. Вот он. Он тыкает носом. Вот. Согласитесь. Это запомнится. Это запомнится. Надо смотреть, куда. Убираем. Опять ошибка. А что мы сделали еще? И она нам показывает. Вот она ошибка. Вот стрелочкой. Просто, грубо говоря, смотри сюда. Ну, правильно. Я то знаю, что мы опять допустили ошибку. Потому что вот здесь большая буква. Все. Не вызвало. А теперь давайте посмотрим. Вот представьте, новичку объяснять. Вот это модель. Да, можно рассказывать. Но давайте мы вообще нутро посмотрим. Help. И вставим. Запустим. Пожалуйста, ребят. Функции. Все, что можно делать. Методы. GetUp. GetUpPatch. Бери. Составляй справку потихонечку. Все, что можно делать, коротко и понятно. Давайте попробуем модель. RUN. Правильно. Правильно. А вы не знаете, но я зато знаю. Ведь мы обращаемся сейчас к нутру джанга. Значит, надо взять глобальный импорт. Он тут стоит по умолчанию джанга. Запустим. Хорошо. Запустим. Правильно. Лишнее добавили. Запустим. Все. С моделью. Сейчас без модели. Опять. Ребят, смотрите. Потихонечку. Давайте потом будем разбираться. А что это за метод? 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 А что вот это за метод? И это все имеет джанга. Давайте уберем. Запустим. Не дало. Почему? Правильно. А что для дураков здесь написано? Это, если объяснять, вот новички, допустим, не знают, почему точка. Да это как слэш в Windows или в Linux. Просто в программировании это точка. Теперь доступ есть. Ну, представьте, вот это папка, а вот это файл в папке. Без слэша. Можно получить к ним доступ? Нет. Ребята, я спрашиваю, согласитесь? Так объяснение-то получше. Мы сейчас не будем разбираться с этим вещами. Пойдем дальше. Мы с вами... Давайте попробуем пока удалим. Так-то я это удалять не буду. Все, буду собирать. Потому что этот документ потом можно просмотреть, проделать. Крят и ура! Мы создали, но не сохранили. Ведь мы нажимаем кнопку сохранить. M. Save. Это джанга внутри делает, но это надо понимать. RUN. А теперь откроем. MyModels. Вот наше ура. Просто я раньше еще писал. То есть, так-то лучшее объяснение. Согласитесь? Поехали дальше. Поехали дальше. Я написал функцию. Вот она. Вставляем. Как код. И запускаем. Понятно? Функция правильно. Ошибки не вызвала. Но давайте проработаем, допустим, вот эту строку. Так и проработаем. Ой. Вот здесь поставим 1 пока. Сейчас поймем. Запустим. Теперь. У нас есть записи. Это вот функции, да? У нас есть записи. Теперь давайте попробуем вывести. Значит. MyModels. Так называется наша модель. Вот она. MyModels. Следующая. Object. Manager. Выбирать же надо. Грубо говоря. Модель. Выбрать при помощи чего-то. OrderBy. Метод. Вот выясним потом. Ну просто не в этом уроке, но вообще. А, нет. Мы сначала сделаем так. Я буду копировать, потому что писать долго. В уроках можно писать. Все ручками. ValueList. текст. То есть вывести все. И указываем поле. Поле текст. Наше поле. У нас в модели одно поле пока. Текст. Некоторые объяснения я буду пока упускать, потому что сейчас мы смотрим просто сам принцип. истинно. Запускаем. Вот все. Правильно? Давайте сюда доставим. Запустим. Одно. Это выборка. Это извлечение по срезам. По сути дела, если бы мы его так сделали, значит, вот у нас есть 100 записей. Ой, не здесь, здесь. Есть 100 записей. Оно все выведет. Согласитесь, это понятно. Видите, все заголовки вывело. Сделали 3. Вот вывело 3 заголовка. Боже мой. Но, извините, но ведь так-то действительно понятно, что происходит. Согласитесь? Ну, давайте попробуем, наберем help. Help object. Help manager. Так. Не выдало. Ладно. Пока я с этим разбираться не буду. Походу. Следующий момент. У нас есть наша функция. Вот она. А теперь смотрите. Но у нас же есть URL. Вот он. Пока вот это я вырежу. Здесь возьму markdown и жирным выделю URL. Добавлю ячейку. Вот наш URL. А вот посмотрите. Вот она функция. А в URL давайте разберем. Ведь пишется как. URL patterns URL. URL. Ну так. Ребята. В чем проблема? Help. URL. Но не должно отработать. Правильно. А вот смотрите. Ну ведь эта функция она находится сейчас в каком-то приложении. И она находится конкретно у меня в файле URL. Но откуда оно знает откуда брать. Правильно. Надо просто взять вот этот импорт откуда из жанга изнутра оно. Если мы ставим сюда импорт и запустим то уже пожалуйста. Мы видим что URL модуль жанга конф URL. То есть где находится почему это важно. Ребят. А когда особенно начинает работать весь версии жанга совместимы там зачастую перемещают библиотеки. Так вставили посмотрели и что можно сюда вставлять. Регулярное выражение VIV Вот он наша функция ребят просто кварц А есть кварц на портале Вот тут можно поставить ссылочку что у нас в классах что такое кварц ARX по смещению и по числу не то сказал ладно не обращайте внимания сейчас не будем на этом префикс то есть нижнее там подчеркиваем с чем-то и не обязательно А давайте попробуем а что у нас функция сама представляет RUM модули MINE MOAP REQUEST запрос функция все нам понятно а вот теперь давайте ее вызовем MOAP уберем MOAP это жанга да то же самое что и здесь вот она вызывается смотрите как просто Ребят согласитесь ведь так то все понятно а если все сложить по частям то есть действительно как вот я сейчас начал рассказывать опять с нуля а как создавать модели проверять а как то а как то и с постоянным усложнением когда ручками то проделал и пишешь код ох другое понимание согласитесь это не занятие ребят я понимаю что могут новички много непонятного но если идти от простого к сложному то понятно все и согласитесь это доходчиво это наглядно и это можно сохранить и проделать каждый участник ну а новички кто смотрит начать нужно с сайта spb-tut.ru это для новичков вам просто нужно нажать кнопку получить логин и пароль пожизненный и вперед спросите вы у меня вот люди задают вопрос а буду ли я писать ребят а по моему ответ очевиден было бы желание было бы желание код надо прописать ручками что мы будем делать далее и все получится поэтому ответы очевиден писать будете было бы желание здесь нет ничего сложного для любого дети восьми лет ну давайте это from is запомнилось джанго папка из папки джанго из папки дб импортировать модель всю папку модель папка модель с обращением к модели класс как вот такая вот считайте для этого дальше модель вот от этого класса модель поле chartfield max lecd длина 100 символов dex ctr то есть чтобы выглядел человеческим языком по сути дела уберем допустим ctr это опять для новичков давайте уберем стр ой не то сделал так а мы тут уберем оно же связано давайте уберем стр для python 3 посмотрим где оно там еще раз чтоб обновилась не хочет обновляться заставим о а где вася петь и делись и скажите я рассказываю что-то сложное видите человеческие my model объект my model объект и пойми где какая статья а так получается все человека образным хотим чтобы отображалось именно поле тексты ну что ж ребят думаю что вам это понравится и так все получится сайт spb tretude.ru писать будете тексты тексты